Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Braveland Wizard. Между сериями я сходил в подземелье, еще в начальное наше подземелье, наковырял еще немножечко денег и добил наш отряд полностью. Теперь у нас все фулкой. Ну, дай бог так сказать, чтобы не задерживать вас в этом время. И у нас куда-то уход в неизвестное, давайте прогуляемся. Что это у нас тут? Опа, какие-то гоблины. Чук-чука. Армию собирает, блин, ну нас тоже, мы не лыком шиты, тоже нас собирали небольшую армейку. Но нас не запугать, это правда. Вступайте в сопротивление. Вступить в сопротивление и связать его отлично... О, взять его отличительный знак. Ну, давайте. Почему бы и нет? Ух ты, вы получили пояс строптивости. Мне даже интересно, что это. Отлично, я приветствую вас в наших рядах. Так, должен быть в комнате. И тут сразу же предлагается уже драка нам, да? Ну что ж, давайте, во-первых, мы оденем пояс. Сейчас у нас появился некий пояс, который дает... О, ну минус защиту дает, ну плюс атаку. Ну давайте, почему бы и нет, это лучше, чем ничего. Да, вот стойкость у нас вообще минус один. То есть нас бить от ата это больно. Но зато у нас атака очень довольно сильная. Ну и плюс отряд у нас есть, естественно. И таланты у нас еще один валяется. Ну что ж, давайте пока попробуем на гоблине обычном. А потом, переходя на призраков, у нас, если я не ошибаюсь, есть посох. Который нам дает призракам, да, и големам. Плюс 25% урона. Довольно неплохо. Туда мы и перейдем. Но сначала на гоблинах. Ну так, пошли драться. Великий Чук-Чук! Приказал занять эту дорогу. Теперь тут никто не пройдет. Ну, посмотрим, насколько это прям таки никто. Опа, перед нами, смотрите, шанс снизить инициативу метков выстрелив. Ага, у него это прашники или прачники, как они там толком называются. Блин, это кусты. И через кусты мне капкан. Ааа, вот это подло. Вот это было подло. Ну что ж, лучники нам на изготовку, как говорится. Их много, слушай. О, ну зато и мы тоже не лыком шиты, как говорится. Ну, долбим. Наш монах будет расчищать дорогу, к сожалению. Нормально. И минус сразу. Минус инициатива. Они фокусят, да? Одного моего товарища. И еще один капкан. И пока у меня дойдет товарищ мой, он исковырнется таким успехом. Ну и что, пойдем все вместе. Фокусят мне лучника. Тихо, тихо, тихо. Так. А я тоже фокусить буду. Одного. О, ничего нету. Так, переходим сюда и... Н-н-н. Хе-хе. Так, минус инициатива ему. Проходим сюда и долбим. Жух. Минус соточка. Нормально. И ты медленно, но уверенно подходишь к своему недругу. Нанесем ему. А, кстати, у нас же есть магия. Я совершенно забываю о нашей магии, которая нам дается таки не зря. Хорош уже там тюкать всех подряд. Так, магия. Эм. Давай вот этого. Бум. Готовчинка. А ты этого будешь бить. Эм. 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 В защитку лучше. Почему-то ход пропустил наш послушник. Клац. Готов. Что-то далеко не убежал, если что. Так, послушник. Дубась. Отходят, отходят. Сыкотная, как говорится, да? Видят издали, что настанет скоро их час. Молния. Жахаем. Да вот в этого, наверное. Готов. Хорошо. Давай на лучника. О, атака плюс. Атака плюс это хорошо. Так, долбим тебя теперь. Как бы сами по себе эти враги абсолютно не кокущие. Очень слабенькие. Но дело в том, что механика по их истреблению здесь довольно интересная. Надо пройти сквозь эти капканчики. Это довольно интересно. Интересно. Опа. Ей. Ей. Попался сам на свою же уловку. Глупыш. И от меня ты далеко собрался-то вообще уйти, а? Куда ты? Куда ты пошел? Я думал ты... О, господи. Это надо прям вручную им, каждому, показывать, куда идти. У нас один монах всего лишь остался. Это очень печально и больно. На это наблюдать. Так, морозная стрела, чтобы ты далеко не ушел. На-на. Глупыш. Так, сейчас нашего добьют монаха. Хорошо. Ну, это как бы плохо, но, по крайней мере, мы место освободили для нашего послушника. И просто передвигаемся, наверное, вот в эту степь нашим молотоносцем. И добиваем. Готов. Шикарно. Да, мы, правда, потратили достаточно много денег, чтобы восстановить обратно всех наших монахов и так далее. Но, тем не менее, это довольно было интересно. Давайте поменяем наш теперь посох против големов и призраков. И пойдем на вот этого вот призрака. Какие-то монахи у нас впереди интересные. Надо было бы с ними лучше, да? Смертный! Неужели я начал привыкать к призракам? Рано. Мурашки по коже. По коже. Так, нет особых умений, но у них есть что? Это наносит урона. Целеснижаю скорость на один... на два раунда. Печально слушать это, печально видеть и слышать. Так, ну у нас есть мэджик. Мэджик, который... Вроде бы это ближники. Тогда на ближников и накинем. Вот на тебя. Бум. Готов. Так, ну что ж. Вперед в атаку. Нечего нам стоять, ждать. С моря погоды, как говорится. Просто продвигаемся вперед в защитку. Неизвестно, как далеко добегают волки. Так, и на тебя, наверное, накину, чтобы ты тоже там не особо-то двигался. Ага. И долбим тебя. Поймёт, ора! Да, они медленно... Ну хотя, нифига он продвигнулся медленно. Я бы не особо сказал, что это было медленно. Так, долбим волка. И послушникам тоже потом поддолбим. Поддолбим. Хорошо. Отдача не будет? О, отдача. Хорошо. Так, в тебя, наверное. Хорошо. А ты иди сюда. Прикроешь. Монах, отдача. Оу, страх накинули. А вот это вот не очень хорошо. На! Монахи меня вечно забавляли. Иди сюда. Бей монаха. О, шикарно. Ты его даже добил. Минус один. Скорость. Бум. Так, отойди сюда и стреляй вот в этого. А, не стреляй, точнее, я перепутал. Да. Телепортируйся сюда, чтобы не было особо вариантов у волка, кого бить. И накинь на этого. Не знаю, что-нибудь. Атака. Атака тоже неплохо. Атака довольно-таки неплохо. Ты сдачу дал. Как говорится. Да и добиваем скоро уже, в скором времени наших товарищей волков. Готов. Бум. Готов. Хе-хей. 370 и 36. У нас куча денег. Я, честно говоря, даже не особо знаю, куда их уже тратить. Но я думаю, найдется, куда их потратить. Кстати, вот у нас местечко оружейное. Приветствую вас в моем магазинчике. Лучшая экипировка в округе. Моего братца. Видели. Рабочих рук. Так, что у нас? Некие шапки и пояс. Что за пояс, что дает пояс. Два защиты от физического. Плюс 10% физической защиты монахам. Монахи иногда танкуют. Неплохо у меня. Ледяные стрела. Ледяные стрела. Да знаете, я, наверное, куплю обе. У меня на обе хватает, и я обе и куплю. Пригодится. Пригодится. Одеваемся. Кстати говоря, это можно уже заменить. Призраков я у себя не вижу. И заменяем вместо нашей мудрости. Даем нам, я не знаю, что это значит. Свиток, наверное, знания или что-то подобное. Но, тем не менее, у нас тут плюс 25% к ледяной стреле. А мы ей частенько пользуемся. И плюс есть тут у нас новый пояс. Пояс монаха. Который дает хотя бы плюс 2 защиты. А то защита мне не нравится, когда она тратится. Я не знаю, буду ли вообще одевать после когда-нибудь еще тот щит. Давайте прогуляемся к этим монахам. Это, наверное, новый юнит. Кем мы можем пользоваться. Какие-то водяные монахи, возможно, там. Или что-то такое. Земля, огонь, воздух, вода. Аватары. Только наш орден магов стихии хранит традиции баланса. Шаманы Чук-Чука завладели опасным амулетом. Ясненько. А вам надо... Аватар, точно. Вам надо помочь. Без памяти стихии. Без пятой стихии. И у нас 3 появилась монаха. Кстати, он к монахам. Можно... А, вот големы еще. Слушайте, ну давайте туда переоденем обратненько наш посох. На големов, который... Плюс, вот, да. Все-таки надо пользоваться плюшками, если у нас есть возможность. И пойдем на големов. На големов. Тум-тум-тум. Спокойно. Это Берси. Хватит, младший. Тум-тум-тум. Крушить. Извини, это не Берси. Ха-ха-ха. О, как раз тут и призраки, и големы. Слушай, это очень даже неплохо. Но эти призраки дальнобойные, насколько я помню. И, кстати, давайте сделаем ата-та дальнобойным призраком. Не, не, вот-вот. Дум. Готов. Иди вперед. В атаку. Так. Во имя Тора. Фиксим. Фиксим. Фокусим. Фокусим кого-то одного. Давайте. Вот этого. Дум. Готов. Ледяная стрела. Ну, покажи мне свою истину. Плюс 25 процентов-то. Ну, я бы не сказал, что вау, прям. О, монахи выдержали удар. И неплохо так выдержали. Слабенький. Ого, нифига себе. Кританул 30. Так, никаких умений, что ли, нету особых? Ну, идем вперед. Тогда идем вперед. Мне кажется, надо стать здесь, чтобы не дать пройти. И дубасим. Бум. Вот, встанем здесь, чтобы не дать пройти. И дубасим. Да, ледяная стрела против камня, конечно, не вау. Шпоньк. Иди вперед. Дубасим. Лучником. Да, сдалека. И наших лучников тоже фокусят, смотри. И монахов. Что монахи делают? Мне даже вот самому интересно. Надо подойти поближе. А ну, монах. Жги. Вау. Да ты прям ниндзя. Ниндзя. На. Как прям этот шаулинский монах. Так. Ну, добивай. Да, добил. Шикарно. Ты чего? И этого добил. Шикарно. Так. Ну что, я думаю, прогуливаемся вот сюда. И идем в атаку. В конкретную открытую атаку. Никаких няш-мяш. Только вперед. Ни шагу назад. Блин, наших монахов начинают конкретно затюкивать. И мы тоже сдачи даем. Вперед. Тут-тру-тру-тру-тру-тру. Кавалерия, вперед. Бум. Два монаха на одного призрака. И монах, и кузнец на двоих других призраков. Ледяная стрела. Ну, чтоб сильно не убежал. Давай в тебя. Бумц. Хорош там вот это вот пулять в меня. Сотри. Монахов. Ха-ха-ха. Не, монахи вещь крутая. Не, вот это радует всегда, когда он там сдачи дает. Чо-чо. Подходим и дуб басим. Жиги его. Добиваем. Сразу три урона. Так, и вот в этого, наверное. Этого, если что, мы добьем даже. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Хитрый. Знает, как надо бить. Отходит, когда убьет. Но это его абсолютно не спасет. Мы на каком-то даже расстоянии бьем. На. И еще опыта получили. 600 монет. Нифига. Нифига. Неплохо. Кач. Кач, кач, кач. Как это мило. Кач, кач, кач. Без перерыва. Так, новые монахи у нас. Наше общество закрыто. Чужаков мы не пускаем. Но мы можем купить... Что это такое? Дрожь земли. Окей. Наносит урон. И обезвреживает цель. Но это новое заклинание какое-то. Другое. Нифига монахи сколько стоят. Фигеть. Ну я могу двух монахов купить. Они довольно сильно магические. Выстрел у них. А позже я приду за этим. Дрожь земли. Я оставлю тебе дрожь земли. Куплю двух монахов лучше. Пригодятся. И давайте на этом наше похождение на сегодня закончим. Мы открыли новых монахов. Вступили в сопротивление. Это довольно прикольно. И продвигаемся вперед по игрушке. Я не знаю, как долго она. Я честно говоря думал, что она максимум на час, на два. А тут, как она называется, в ней есть даже какая-то сюжетная линия. Некий шаман чук-чук. Которого надо победить. Некое вселенческое зло. В любом случае, огромнейшее, ребята, вам спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, ребят, подписываемся на канал. Пишем комментарии. Ставим лайки. Подписываемся в группу ВКонтакте. И в группу в Стиме. А всем вам удачи. До скорого. И пока.